всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале так камешки видно видно во первых во первых во первых и во вторых и в третьих и в десятых вверх я благодарна вам за ваши донаты это очень важно для меня ваши благодарности не важно какая это сумма важно что вы таким образом один из вариантов до вашей благодарности и мне это очень приятно второй момент который я хотела озвучить прежде чем начну расклад это проанонсировать да то есть у нас до пятницы идет акция если вы еще не знакомы до до допустим завтра на моем на моей главной страничке моего канала в разделе сообщества есть пост акция на обучение таро это курс в записи он стоит 14000 но с 25-процентной скидкой я здесь я не ошибаюсь там по моему 11 500 выходит кому интересно переходите в раздел сообщества почитайте и можете написать мне на почту и приобрести этот курс акция действительно до пятницы то есть потом не надо мне писать в субботу госпрашивай да а можно его приобрести нет потом уже нельзя на то на то она и акция вот и вообще я рекомендую почаще заходить в раздел сообщества да потому что у меня нет другого способа как-то вам доносить какие-то анонсы до либо какую-то информацию для вас только вот для этого и было создан был создан раздел сообщества на главной страничке неважно смотрите у меня с компьютера либо с телефона этот раздел есть за исключением если вы не зарегистрирована на ютюбе тогда я так понимаю что наверное вы не увидите это вот и третий момент самый главный самый важный самый радостный наверно для меня это огромная благодарность вам за вашу обратную связь у меня очень очень порадовали с прошлым моим раскладом с моим дебютом с моим экспериментом я говорю про расклад в потоке и не знаю мне кажется что некоторые не совсем поняли вот но большинство из вас поняли что в принципе это был мой эксперимент когда я в потоке хотелось читать информацию без карт без карт потому что кто-то мне написал это хорошо по одной карте говорите нет это не было сказано по одной карте карту я вытащила исключительно для себя как костыль потому что мне тоже не чужды страхи вот и независимо от того сколько лет я буду заниматься таро насколько я буду успешной и и насколько у меня все это будет получаться страх он всегда то есть он не не связан с профессионализмом на мой взгляд мне кажется наоборот чем выше мы взлетаем мое мнение субъективное тем больше страхов появляется так вот страх был я и сказала и в прошлый раз начале но не знаю кто видимо не все смотрят сначала расклад вступление я сказала о том что страшно страшно начать расклад без без карт хотя в принципе сам расклад я делала в потоке и без ну не не считывала информацию из карт но вот это вот первая карта она была как отправная . как некий такой трамплин как некий такой костыль лично для меня чтобы за что-то зацепиться за информацию подключиться к этой информации так можно было сказать и дальше вся ситуация разворачивалась в поле я считывала сразу скажу что я очень сильно переживала я очень сильно волновалась не потому что я не верю в себя просто всегда любое новшество даже если мы устраиваемся например на работу да и у нас есть все способности и нас уже взяли мы уже все подписали все документы всегда есть волнение до первый день это первый шаг как это будет а для меня это было таким ну очень большим шагом сделать то что в принципе я и так делаю но вот знаете это осознание того что ты это делаешь вот именно намеренно да вот это очень сильно пугало поэтому для чего я вам это говорю для того чтобы вы понимали насколько ваша обратная связь к тому раскладу она была очень важна и вы это поняли вы это увидели вы это прочувствовали я вам очень-очень благодарна это было важно для меня важно почему потому что после того как я записала расклад и очень сильно переживала мне казалось что информация она такая какая-то слишком воздушная слишком но в моем понимании духовная не не как бы сказать не бытовая то есть там не было считывание информации вот какой-то вот бытовой а потом я поняла что ну в принципе так или иначе я не делаю такие считки вот наверное показала больше уровень развития с точки зрения энергетики да с точки зрения духовности вот но я я рада и я рада что этот эксперт получил эксперимент получился и я так поняла что его буду продолжать вот продолжать наверное но для начала чтобы так знаете как-то поступать и найти те расклады которые будут именно в потоке либо считывание поля либо совет таро вот что-то такое какие-то такие более специфические расклады я все-таки буду брать для себя эти костыли которые называется таро потому что знаете я их очень люблю его здесь вот наверное есть такой как бы сказать не страх вы знаете когда я в каких-то позициях говорю о том что вы не можете отпустить прошлое да не можете шагнуть в новое все такое вот для меня сейчас это примерно то же самое то есть я настолько люблю карты таро что вот считывать без старой я не хочу не потому что уже страха нет страха нет уже он прошел а вот скорее всего ну я хочу я хочу и держать для меня это вот как-то какая-то такая вот особенная любовь вот и поэтому я вас очень понимаю когда сама говорю в раскладах о том что вы не можете отпустить старое и вот сейчас на собственном примере я это понимаю что это значит вот вот такое вот вступление было я благодарю вас за внимание за то что вы послушали мне очень хотелось поделиться своими вот этими переживаниями этим опытом для чего потому что я учусь сейчас вместе с многими из вас доверил и открытию да вот открываться открываться миру по-настоящему говорить о своих переживаниях о своих волнениях кому-то это будет неинтересно это здорово потому что есть кнопочка перемотать и сразу пойти на позицию а кому-то это будет очень близко невозможно кого-то я за мотивируя на то чтобы вот так же как и я открываться это приятно это приятно это опасно в кавычках да потому что всегда есть обратная связь и не всегда она может быть приятной вот но для нас для нашей души это очень и очень приятно и очень полезно так что смотрим с вами сегодня расклад позиции вы видите взяла колоду тару небо и земля мы будем смотреть расклад как открыть в себе скрытые возможности сначала я посмотрю какие возможности а потом есть да эти скрытые то есть выявить их а потом как их открыть так позиции вы видите и давайте мы с вами сразу приступим отодвигаемые две позиции номер один голубенький камешек какие у вас есть скрытые возможности дам сначала мы смотрим пашку ков какие скрытые возможности но здесь возможности ваши они связаны с психикой они связаны с познанием этого мира именно через ощущение через ощущение через состояние вот ваша скрытый потенциал он будет связан с эмоциональным планом это и это будет знаете как-то очень важно но у меня ощущение того что здесь есть какая-то вот такая пленка не пленка какая-то защита и вот эту вот защиту вы ставите перед собой когда вы взаимодействуете с миром то есть когда отсутствуют люди то есть вы что-то узнаете да я либо там я не знаю ходите в какие-то места вот это вот ваша эмоциональность она помогает узнать мир то есть есть люди которые познают например через ум через интеллект есть люди которые познают через то чтобы вот как-то вот пощупать что-то такое конкретное то есть увидел поверил пашку ков она всегда говорит о познании этого мира через ощущение то есть я что-то сделал я не обращаю внимание на реакцию через ум то есть допустим там дотронулся до обжегся о логически сделал вывод о том что вот горячему подходить нельзя вы же познаете мир через приятно неприятно через удобно неудобно то есть вот допустим если вы обожглись реальная до горячей на кастрюлю либо еще что-то чайник там схватили горячий вы это поймете не так как это логически что вот горячим подходить нельзя это вот чревато последствиями ожога вы поймете что именно когда я подхожу к чайнику когда он уже закипел условно говоря мне это неприятно то есть вы не логикой понимаете а ваш потенциал именно через ощущение вот вы мир воспринимаете через ощущение обычно я говорю второй позиции такое что там люди очень эмпатичны здесь вопрос не про эмпатию а здесь вопрос именно про состояние любви то есть что вас наполняет какие вот вы что-то сделали понимаете вы хотите делать что-то для людей потому что вам нравится именно вот это вот обратная связь через ощущения вы вы себя например любите рядом с другими людьми вы можете знаете вот как-то угождать другим людям не потому что есть выгода а самая главная выгода это вам приятно это вам нравится да то есть вы что-то сделали вы увидели улыбку другого человека и вас это наполнило и вот вы ощущаете вот этот вот легкость какой-то такой знаете вот состояние влюбленности вот и я молодец не в плане интеллекта вы головой это не понимаете вы понимаете это через ощущение и вот в этих ощущениях ваш огромный огромный потенциал то есть сначала как бы так сказать вот вас вот это вот чувство любви она заложена и насколько вы его раскроете будет зависеть от того насколько вы сможете убрать вот эти вот этот вот преграду между вами и мира между вами и другими людьми насколько вы будете доверять ваш кубков говорит про доверие вот то что я сказала до вступление насколько это прекрасно открываться до разрешать себя себе выражать свои переживания выражать то что происходит внутри вас не мысли а именно состояние и вот в этом вот ваш огромный потенциал а что такого вот особенного в этом потенциале почему вот он важен четверка педагли здесь знаете как получается это важно для вас потому что это будет являться вашей силой для дальнейшего движения выхода из к некой такой вашей стабильности вот это вот желание напитаться дайте вот как когда земля сухая либо кожа сухая руки бывают до зимой сухие и вот это вот ощущение что вот эту вот влагу вы получаете например когда а мажете руки кремом и они уже не такие сухие они уже ну не 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 так неприятно да то есть наоборот получали от крема например вот эту вот влагу питательную да и потом вы уже спокойно можете к чему-то прикасаться потому что дороги сухие это очень неприятно даже любое касание она приводит вам дискомфорт вот здесь с одной стороны вот это вот желание это жажда напитаться этими эмоциями то есть вы во первых это будете понимать что когда жизнь такая вот устаканившая вам будет не хватать этих эмоций и вот идя за ними идя вот за этим внутренним ощущением что мне этого дне хватает вы будете выходить из некой такой стабильности именно эмоции будут подвигать вас к изменению ваших каких-то убеждений именно через эмоции вы будете познавать свои собственные границы то есть вот что дозволено а что нет как вы это понимаете когда человек нарушает ваши границы вы не будете это понимать головой вы это будете ощущать в очень четко будете чувствовать если например вы это можете проверить если вы едете в общественном транспорте кто-то очень близко придвигается к вам либо какой-то человек вот вы сидите с каким-то человеком рядом а вам не нравится его энергия и вот это вот близость физическая я имею ввиду в теле не сексуально а в те телами когда люди сближаются рядом очень близко стоят вы чувствуете некий такой дискомфорт вот вы таким образом вы понимаете что человек уже нарушил ваши границы и вот именно через ощущение они вам очень очень важны здесь вопрос границ вы будете изучать и понимать через именно эмоциональный план причем не только свои границы но и чужие границы вы также будете понимать и познавать через ощущение то есть вы будете видеть мимику другого человека и понимать что что-то ему не понравилось да что вот это вот понравилось не понравилось моё не моё вот эти вот все все описания они краски будут указывать вам на то что то есть как-то вас обучать да то есть в этом направлении и нужно двигать здесь вот как будто бы человек не головой понимает а именно через вот эти вот ощущения и вот это знаете желание неописуемое желание понравится но понравится не потому что здесь какая-то заниженная самооценка нет не про это здесь речь идет о том что я просто вспомнила я просто вспомнила принцессу кубков в колоде тару сумасшедшего дома там изображен оскар рутуает и вот мне вот это вот описание биографии этого человека который в в одушевлялся знаете вот этим вот написанием написанием своих произведений через вот какой-то знаете флерт с людьми причем если я не ошибаюсь он был этим как как называется то по гречески называется ему филофилус но по-русски наверное будет как когей да то есть он мог и с мужчинами находиться и женщинами а вот вот это вот знаете состояние любви то есть для меня нету почему я это говорю для меня нету пола для меня есть именно личность причем в гейсообществе есть даже такое разделение что я не влюбляюсь не занимаюсь сексом с человеком каким-то конкретного пола а именно с человеком то есть вот какой человек мне нравится с тем я и занимаюсь неважно какому полу он принадлежит то есть вот такое разделение тоже присутствует и вот здесь что-то такое опять-таки не в плане секса а вообще в межзличных отношений то есть вы как будто бы не обращаете внимание это мужчина или женщина для вас не столь важно столь важно вы знаете сам человек энергия его вот здесь это как раз таки и сподвигает вас к дальнейшему росту к чему давайте посмотрим еще знаете что если вы раскроете этот потенциал в себе вот это вот чувствование если вы будете опираться на это если будете больше замечать к чему вы придете аркан влюбленных знаете вы как будто бы здесь вырастите вырастите именно в духовном плане аркан влюбленных у нас говорит не только о выборе еще одно ключевое слово аркан влюбленных это красота это красота и гармония которую мы замечаем для того чтобы заметить эту красоту то есть ошибочно считать что первичная красота а потом я ее замечаю на самом деле первично ваше внутреннее восприятие мира ваше отношение к миру вот это вот ваша внутренняя любовь она сначала взращивается внутри вас и потом только через эту призму вы сможете замечать внешний мир то есть вы не сможете заметить красоту мира людей все что вас окружает до тех пор пока в вас этой красоты не будет чтобы была красота нужно вот эту вот внутреннюю внутреннюю гармонию да когда мне хорошо в первую очередь мне хорошо самим собой и только после этого вот это вот хорошо состояние опять таки я это начинаю замечать во внешнем мире оно выражается в виде красоты то есть вы здесь делаете смотрите от пажа кубков до великого аркана влюбленных вы сделаете огромный такой рывок причем знаете в аркане влюбленных ведь речь идет о дуальности о мужском и женском об активной силе и пассивной когда есть вот именно баланс этих двух сил и вот это вот и есть как раз таки баланс это и есть гармония внутренняя гармония вы придете к внутренней гармонии к внутреннему вот этому знаете успокоению такой фоновому состоянию удовлетворения не знаю для кого-то это удовлетворение может называться и счастьем и только после этого вы сможете замечать это все вокруг себя то есть если у вас стоит цель стать счастливым человеком то вот именно необходимо развивать этого пожар кубков вы сможете прийти к аркану влюбленным в дальнейшем как вам это сделать как раскрыть как вам открыть в себе эту возможность пожар кубков как это сделать аркан силы великий аркан знаете вам первично нужно понять что это ваша сила ваше ошибочное восприятие того что это ваша слабость вот пока вы заряжаете свое отношение к чему-либо через минус в данном случае что эмоции это ваша слабость это негатив мне от этого хорошо нет не бывает почему потому что это заставляет меня плакать это заставляет меня переживать а я это не люблю до тех пор пока у вас такое отношение к эмоциям вы не сможете это открыть вы должны сделать вот это вот ваше мироощущение внутри то как вы ощущаете мир через эмоции вы должны сделать это своей сильной стороной например одна из сильных сторон эмоциональности это вот как раз таки доверие то есть когда вы учитесь открываться когда вы учитесь доверять этому миру этот мир вам тоже будет показывать свое лицо он тоже будет вам открываться вам будут открываться новые возможности и он будет вас вести то есть если вы в этом увидите свою силу то есть каждый здесь должен для себя открыть не слабость не минус а именно в чем его сила что вот эти эмоции что значит сила это то что нас наполняет это то благодаря чему мы становимся более уверенными в себе более сильными вот вам нужно увидеть что это ваша сильная сторона это то чему можно доверять это то на что можно опереться причем аркан силы здесь знаете еще тоже такая одно из ключевых слов аркана силы это страхи это наши внутренние страхи и сила высвобождается один из вариантов внутри нас когда есть некий такой блок этот блок связан непосредственно со страхами что значит блок это когда есть некий такой сгусток энергии который не циркулирует внутри нас он препятствует движению энергии аккумуляции энергии почему потому что мы зажаты а зажимаем физически мы зажимаемся в теле тогда когда мы чего-то боимся и вот именно страх одна из его функций для того чтобы мобилизироваться и избежать либо атаковать ну в зависимости от ситуации это вот как раз таки сжатие да когда наше тело физически подготавливается к последствиям одно из таких последствий можете почитать в интернете как работает страх с точки зрения физиологии ваше прощение это то что нам нужно убежать для этого мы должны быть легкими легкими на движение на передвижение и для этого наше тело продумано таким образом что когда мы боимся первое у нас идет отток энергии к жизненно важным органам отток крови и поэтому руки начинают быть холодными ноги начинает быть холодными почему потому что сама природа придумала а так что нужно сохранять жизненно важные органы то есть все что находится у нас в основном в теле то есть если мы лишимся конечности мы выживем а вот если мы лишимся какого-то жизневажного органа внутри то жизнь у нас закончится и все в природе продумано это один из форматов почему при страхе мы начинаем ощущать вот это холод да в себе и начинает коленки трястись и первое что делает организм это очищает да то есть у нас идет опорожнение опять-таки в этом тоже есть свои определенные механизмы сейчас не буду про это говорить кому интересно можете почитать так вот вот это вот зажатость да это то что при страхе то что не позволяет аккумулировать внутри нас энергии и вот когда мы преодолеваем какой-либо страх внутри себя мы ощущаем облегчение что значит облегчение расслабление то есть там где было сжатие там где был блок он ушел то есть у нас произошло расслабление и у нас получается облегчение энергия высвободилась тот сгусток который был в теле и эта энергия сгусток это же не что попал а это и есть именно часть нашей энергии и она начинает распределяться по всему нашему телу ровно 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 в общем вот и от этого мы получаем дополнительную энергию то есть это не какая-то энергия когда мы преодолеваем свои страхи извне а это наша внутренняя энергия это наши внутренние силы и вот как раз таки когда вот этот вот механизм начинает работать и мы получаем удовлетворение того что мы преодолели этот страх вот мы получаем дополнительную вот эту силу нашу внутреннюю силу которая не циркулировала была неким таким блоком и вот если вы вспомните то удовлетворение от вашего преодоления какого-либо страха да оно придает вам как раз таки дополнительные силы почему я объяснила этот механизм так вот преодоление здесь ваших страхов оно будет приносить вам дополнительные вот эти вот эмоции да то есть мне нравится я справился я молодец вот как вы понимаете что вы молодец через ощущение да через то что на что вы обращаете внимание поэтому что вам поможет осознать осознать силу ваших вот этих переживаний не негативно заряженных хотя с точки зрения аркана влюбленных это когда адам и ева да выходят в наш мир дуальности и познают его для того чтобы сбалансировать для того чтобы получить знания от двух вот этих полюсов вот этой полярности да и в дальнейшем соединить воедино и стать уже человеком разумным чтобы вернуться обратно в эдемский сад то есть вот это вот поэтому и два персонажа два дерева мир дуальности да именно мужской и женской активная и пассивная женщина ева у нас идет здесь как некая энергия пассивная принимающая это наше бессознательное а аркан мужчина у нас идет как наше сознание да то есть наш ум и вот нам нужно научиться вот этот внешняя дуальность это равнозначно внутренней дуальности то есть уметь соединять именно наше бессознательное и сознательное и вот седьмой аркан да следующий аркан это аркан влюбленных шестой седьмой аркан как раз аркан колесничий это то к чему мы приходим вот как раз таки вот эти вот все моменты да то что я вообще сейчас рассказала по аркану влюбленных и очень много деталей я рассказываю на своем курсе обучения таро то есть вы даже можете не ну как сказать не практиковать таро а именно приобрести например один блок великих арканов и послушать символику которая заложена да глифы и смысл который заложен в этих арканах для того чтобы лучше познать себя не для того чтобы заниматься таро для того чтобы лучше познать себя вот 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 об этом здесь идет речь ну такая вот у меня была первая позиция мы с вами переходим к позиции номер два красному камешку какие у вас двоечки скрытые возможности какие у вас есть скрытые возможности а сегодня у нас все оппозиции поменяли так двойки пошли к единичкам и единички к двойкам хорошо а королева мечей ваши скрытые скрытые возможности это ваш интеллект это умение и понимание причин следственных связей причем знаете я улыбаюсь почему потому что ну в принципе а основной катинги от людей на канале которые смотрят они в принципе одни и те же и поэтому немножечко ты уже понимаешь да по энергиям характер людей и вот здесь кажется ну очень удивительно потому что двойки вот они у меня такие как каких я описывал единички а единички это как раз таки двойки и вот здесь вот не случайно скрытый потенциал потому что двойки у меня всегда были люди такие знаете импотеки классично эмоционально а тут выпадает интеллектуальная карта ума вот здесь скорее всего опыт в этом то и есть ваш потенциал мне не та сила которой вы пользуетесь а вот именно по королеве мечей умение идти как ни странно вперед это сила людей легких на подъем то есть невзирая на то какие трудности у них происходит что происходит любые перемены они им даются то есть вам они даются вам достаточно легко при условии что если они не вызваны вами то есть вот самостоятельно как будто бы вызвать какие-то перемены вам сложно но если вдруг случае случились эти перемены вы достаточно легко к ним адаптируетесь вы невзирая ни на что продолжаете двигаться вперед ваша сила до скрытые возможности которые мы говорим это видеть причинно-следственную связь и знаете вот какой-то багаж прошлого опыта который вы можете анализировать ваш потенциал не вот прям для меня лично эта карта очень удивительна в этой возиться почему потому что энергия какая которая была до сегодня да вот то что вот я считывал по двойкам это люди такие знаете очень открытые доверчивые желающие помочь здесь же наоборот такая знаете сдержанная энергия в плане того что я открываюсь только тем людям которым считаю нужным что я могу им открыть мне не надо всем открываться я доверяю только тем людям кого я считаю что я могу доверить довериться здесь ваша сила знаете некого в некой такой дистанции между вами и людьми здесь вот очень хорошо выстроенные границы прям очень четко выстроенные границы человека который понимает как ему нужно взаимодействовать здесь больше знаете такая энергия энергия человека который больше молчит и и не меньше разговаривает больше молчит и больше слушает то есть здесь как королеве мечей всегда приходят люди за советом всегда люди приходят за какими-то пониманиями здесь человек такой знаете достаточно мудрый но при этом человек нуждающийся в любви человек нуждающийся вот в какой-то иная нежности что ли теплоте объятий то здесь человек который знаете вы очень внутри хотел излить свою любовь на другого вот прям я не знаю хоть сказать знаете как этот облагоражить какое-то место да как сад вот для того чтобы вы поливать ухаживать чтобы цветы выросли чтобы это радовало глаз но а здесь идет сдерживание этих эмоций не в силу какого-то своего прошлого опыта и вы предпочитаете прежде чем кому-либо довериться а очень досконально изучить этого человека разобраться кто он что он насколько он вам он вам необходим да насколько он поможет вам как-то вашем на вашем пути вашей эволюции души то есть здесь ваша сила именно вот в этом холодном расчете в холодном понимании не в этой любви до которая скрывается внутри вас она вам необходимо но сила все-таки в разуме здесь сила справедливости сила человека который смотрит на жизнь без каких-либо приукрас то есть человек четко понимает что вот если я это сделаю я получу вот это если я так буду относиться ко мне вот так относится либо наоборот этот человек ко мне относится потому что возможно у него есть какая-то выгода и вам с этим у кей то есть вы это все понимаете вот в этом ваша сила еще расскажу не в ваших эмоциях не ваших переживания а именно в вашей логике умение знаете сканировать ситуацию умение видеть четко то направлении в котором мне необходимо двигаться и я знаю как это сделать и я это делаю причем не спеша здесь такая знаете снежная королева но причем знаете очень интересный момент вы ведь в этой сказке снежная королева дана королева как показатель некой такой статус насти значимости да что я не простой человек ко мне просто так не подойти но при этом она снежная до снег это вода если его растопить очень эмоциональная прям очень такая чувствительная но жизнь сделала так что она должна стать льдом да то есть чтобы замерзли вот эти вот эмоции потому что не нужны они именно вот по жизни ну либо на данном этапе вашей жизни здесь вот как будто вы знаете в ваша сила именно не в том на что вы опираете вот вы опираетесь именно на эмоциональность а сила ваша как раз таки в вашем интеллекте умение видеть мир без розовых очков вот такой какой он есть а почему вот это является вот для вас такой силой важности выпадает аркан шута а потому что именно вот благодаря интеллекту вы можете двигаться вперед до во что-то новое мы вы можете все время выходить на какой-то новый виток именно интеллект поможет вам убрать ваш страх шут у нас всегда говорит про расширение нашего сознания каким образом мы расширяем свое сознание через то что мы двигаемся вперед не взирая на какие-то наши возможно предубеждения рамки страхи шут это тот аркан который в котором отсутствует полностью страх он не случайно стоит на на краю пропасти да чтобы совершить вот этот вот прыжок доверия да либо шаг вперед доверие то есть представляете до какой степени человека должен доверять кому-то либо верить во что-то настолько сильно чтобы шагнуть в пропасть до без без страха здесь вопрос не в том что это глупость а здесь вопрос что человек настолько верит в нем настолько велика эта сила что а он может сделать даже самый непредсказуемый самое непредсказуемое действие поэтому вот это вот логика вот это вот разум да некая такая вот холодность расчет он помогает вам совершить вот именно вот это движение вперед самые непредсказуемые какие-то действия почему потому что отсутствует полностью вот этот страх потому что вы верите здесь даже подсказка должна быть что если вы верите во что-то в данном случае в ваше какое-то направление решение которое вы приняли вам вообще никто не должен быть советчик надо идти и следовать и тогда вы будете получать самые непредсказуемые результаты здесь вот именно соединяется нечто такое непредсказуемое по шуту с очень предсказуемым и логичным причинно-следственными связями по королеве мечей почему еще это важно потому что это вот помимо какого-то движения которое помогает вам совершаться до либо делаться здесь еще знаете присутствует вот какая-то какой-то соединение то есть вы не полностью свои эмоции убираете а вот в шуте присутствует вот это детская снега и такая легкость причем что у королевы мечей что уж ута есть легкость я сказал что королева мечи она легка на подъем также как и шут он всегда готов как к какому-то дальнейшему шагу к дальнейшему действия но здесь вот это вот наша внутренняя детскость вот как будто бы она и не знаю находит какой-то свой выход вот ваш внутренний ребенок если вы его подавляете то по каким-то непонятным для меня причинам я не могу это объяснить именно через королеву мечей может найти свою реализацию я не знаю вам как объяснить эту картину но здесь вот у меня по ощущениям что-то такое когда-то может быть то есть как вот это вот непредсказуемость открытость легкость доверия как это может реализоваться через логику я не знаю возможно как-то можете себе самостоятельно это объяснить но вот это вот возможность да по королеве мечей ваша возможность она для вас вот именно необходимо в плане какого-то дальнейшего движения шут что он еще делает он еще знаете вот пускай это новое новое в свою жизнь и тем самым знаете вот это вот желание желание что-то попробовать готовность вот эта открытость к каким-то новым экспериментом в своей жизни непредсказуемым может быть до желания желание когда глаза горят я хочу я хочу это попробуйте я хочу это сделать да и мне это вот эти вот состояния они как раз таки и способствует тому что у человека есть такое знаете какое-то видение вот именно обширная то есть здесь я хочу посмотреть здесь я хочу это хочу это и вот эти вот хотелки с в данный данном аркане с этой точки зрения они позитивные не плане того что я хочу из уже ничего не делал а именно они заставляют вас как-то двигаться дальше и тем самым знаете вот вы расширять а есть еще и такое а есть еще и такое а два я вот это попробую вот что-то здесь такого для этого вам важно давайте теперь посмотрим а к чему вас приведет если вы будете раскрывать свою королеву мечей не с точки зрения минуса вот именно с точки зрения плюсы которые я писала к чему вас это приведет к аркану звезды ну вот смотрите это приведет как раз таки вас для кого важно слово предназначение к реализации своего предназначения я бы сказал к реализации своих каких-то жизненных задач которые поставила для вас ваша душа перед до воплощения то есть то что вы понимаете умение как-то вот соединить скорее всего внутри себя вот этого шута внутреннего ребенка который постоянно что-то хочет который постоянно к чему-то стремится которая постоянно находится в каком-то в движении и при этом знать вот эта вот энергия она такая хаотичная это некий всплеск энергии но королева мечей а она обладает именно целенаправленностью да то есть она как будто бы эту энергию собирает и она ее концентрирует и направляет какое-то конкретное русло для достижения чего-либо то есть сам по себе шут он такой хаотичный да это мощный потенциал это мощная энергия но она если ни на что не направлено она просто распыляется а вот есть ли ее собрать сконцентрировать по королеве мечей направить так как она показывает рукой держа меч вот именно включая свой интеллект то а вы как раз таки сможете пойти по пути своего аркана звезды то есть внутреннее вот это вот ощущение это состояние вашей души внутренний голос внутренне вот этот вот ребенок шут он должен как-то вырваться до наружу он должен как-то проявить себя физическом мире вот это вот проявление физическом мире это как раз таки через ваш интеллект до направления то есть получается аркан звезды он у нас всегда говорит про воодушевление про а вот какие-то такие возвышенные состояния которые знаете вот ощущение того что это вошел какое-то экстатичное состояние увидел эту всю красоту и тебе захотелось как-то это все заземлить в физическом мире это еще знаете на что похоже куда-нибудь есть какое-нибудь красивое место я не знаю например поехали на бали красивое место зелень природа птички поют и это вас настолько переполняет что вы что делаете вы хотите с кем-то поделиться вы хотите чтобы вот кому-то это рассказать сделать какие-то фоточки для чего для того чтобы показать что вот смотри какая красота потому что мне одному только для себя этого недостаточно и вот это вот поделиться это и есть заземление да то есть вот эти вот идеи вот то что я это вижу да в своем виртуальном условно говоря мире даже если это физически то есть вот эту вот красоту мне хочется ее как-то заземлить поделиться разделить с кем-то да мы себя хочу разделить свое счастье то есть меня это настолько переполняет что что я хочу здесь хочу кого-то обнять то есть поделиться этим состоянием и вот здесь как раз таки аркан звезды он про это говорит вы увидите вы видите вот эту вот красоту где-то на тонком плане это настолько вас воодушевляет художников это воодушевляет как некая такая муза начать рисовать то есть заземлять вот эти свои какие-то идеи возвышенные в физический мир то есть то что мы видим например в как я уже сказала в экстазе в медитации вот эту красоту этот свет и так хочется чтобы он был и в физическом мире чтобы не только я это увидел чтобы увидели кто и другие люди и вот как это сделать и то что я писала вот это вот ваш потенциал которым я говорила да ранее можно не буду повторяться он сможет вас привести к окраске к этому аркану звезды когда вы вот эту вот красоту но это красоту увидите не вовне вы видите ее внутри себя через шута через этот потенциал через этот свет вы ее сможете заземлять то есть физическом мире как-то проявлять через то что вы именно вот это вот а поделиться то есть поделиться это не значит всегда бесплатно это может быть какая-то ваша услуга которая будет платная но первичная вот вся эта конструкция энергетическая она направлена на то чтобы отдавать а вот как вы это будете отдавать это уже второй вопрос здесь не столь важно важно вот эту вот красоту начать отдавать то есть то чем вы наполняетесь внутри на основе этого создавать и вовне вот вы сможете прийти именно к такому состоянию именно к состоянию аркана звезды как вам теперь смотрим да как вам открыть вот эту вот свою королеву мечей смотрите выпадать почти все великие аркан аркан мага во первых вот первично не случайно я сказала прошу да первично это поверить да потому что девица мага я знаю я умею да то есть я знаю как это сделать я это делаю я это умею и у меня это получается то есть первично вам нужно поверить внутри себя потому что аркан мага это человек который управляет всеми стихиями на минуточку только задумайтесь да то есть это тот волшебник на мак волшебник что называется волшебством к правил волшебством люди называют то что не могут объяснить логически да то есть какие-то определенные загад законы я не знает может быть закон физики квантовой механики неважно всегда есть какие-то законы если ты не будешь им следовать то есть причина опять-таки следственная связь на основе каких-то законов ты и получаешь определенный результат люди не зная этих законов да не понимая как это устроено говорят что получилось например волшебство то та же самая например левитация да либо как христос ходил по воде то есть если с точки зрения физики рассмотреть из законов почему это получилось да там состояние я не знаю не сильно физики то это а можно логически как-то объяснить и это можно доказать вот маг он как раз таки совершает вот эти волшебства почему потому что он владеет информацией а именно этих законов он знает как что сделать как маг волшебник алхимик тот который превращает из свинца золото если это практическая алхимия если это духовный то есть мы берем человека который не помнит при жизни свой прошлый опыт свои знания и доводим его до совершенства на основе каких-то наших добродетели да то есть то на что мы опираемся и тогда наши теневые стороны наши пороки они уже нами не управляют а именно добродетели управляет нашими пороками и как следствие наши вибрации повышаются и когда у нас высокие вибрации но это вот если совсем упростить то мы получаем чудо да то есть мы получаем это волшебство то есть что вам здесь нужно сделать и именно на практике первичного нужно поверить это один момент и второй момент надо начать делать бумага есть такое минусовое качество он очень много думает и очень мало действует и вот здесь очень важно не перегореть да потому что королева мечей опять-таки да это интеллект это то что она просчитывает это то что она думает это она высчитывает свои какие-то дальнейшие ходы то же самое делает и мак он выстраивает свою какую-то конструкцию того как он будет поступать то есть стратегию некую свою стратегию но если слишком затянется эта стратегия все эти просчеты да то человек перегорает и вот это вот рождение по арканной императрицы как раз когда мы заземляем не в голове у нас остаются идеи а заземляем и начинаем это делать вот тогда и происходит вот это вот волшебство потому что что королева мечей что аркан мага это вот все по сути то что у нас происходит в голове иногда у вас могут быть такие моменты что в голове все прочитал это будет вы совершила какие-то действия да и а по факту уж и даже устала а по факту сможешь никаких результатов нет почему потому что слишком много в голове слишком много в ментале а вам надо физику физику вот подумал сделал подумал сделал это то что делает мак подумал и сразу воплотить и осмотришь на результат правильно неправильно потом корректируешь то есть не надо себя осуждать и на этом моменте и оценивать что вот я такой секу и мне ничего не получалось нет то есть я глупец меня использовали по аркану например шуту не шута не такое делать не надо надо просто сделать посмотреть нет и это не сад этот результат не соответствует моим ожиданиям задайте вопрос а что я могу сделать чтобы этот результат начал соответствовать моим ожиданиям потому что вот эти вот ваши ожидания здесь данном случае они идут в позитиве в контексте того что у вас есть некий такой идеал к чему бы вы хотели прийти и вот вы у вас рождаются идеи по поводу того знаете как этот когда дом строишь некие идеи потом вы идете к архитектору вам строит вот этот вот план как вы это будете делать и потом вы начинаете строить этот дом но у вас есть когда вы начинаете строить да вы идете там не знаю как это подрядчиков к строителям говорить я хочу такой дом строится начинает может вы смотрите нет мне такой дом не подходит вы начинаете его сравнивать с планами горит так внутри в действий на косячу здесь и там это как его не достроил например два квадрата да а здесь дом например не на ту сторону смотрит как я хотела бы то есть у вас есть некий план вы сравните и в соответствии с этим вы можете регулировать да как раз таки помогу управлять этим процессом и говорить нет здесь ты схалтурил да я хотел кирпич ты мне поставил там бетон плиты какие-то либо я хотел дерево а ты там например кирпич просто нет нет они подходят у меня вот есть планы в соответствии с этим планом я корректирую действие это не значит что он плохо поработал да то есть не построил например из кирпича а построил из дерева человек же ведь чем-то как это на что-то опирался да вот тогда вы начинаете спрашивать а почему ты выбрала этот материал хотя изначально было сказано что я хочу другой материал может сказать может быть так более экономно тогда вы задаете вопросом хочу я чтобы мой проект был экономный да либо я наоборот ну то есть вы начинаете взаимодействовать уже на физике корректировать и сравнивать всегда надо сравнивать со своим первичным планом того что вы хотели для того чтобы потом в конечном не разочароваться с вашим результатом здесь я наглядно подобно объяснила что вам нужно сделать чтобы раскрыть свой потенциал здесь главное действовать действовать вот то что вот краски пошуту до заземлять свои какие-то идеи вот это вот воодушевление то что вы получили заземляйте неважно как то есть знаете не надо сразу с первого момента что получилось мне кажется это плохо когда с первого момента сразу все получается потому что таким образом вы как будто бы себя лишаете того что как-то узнаете попробовать потому что ведь через это попробовать это не значит что мы получаем негативный результат а это значит что благодаря этим пробам мы как-то вот оттачиваем себя оттачиваем свой характер я попробовал но попробовал не в полную силу поленился окей я увидел что моя лень приводит вот к этому поэтому мой результат меня не удовлетворил что нужно сделать поработать с ленью либо что-то сделать то есть таким образом когда вот мы пробуем мы ведь не только на физике понимаем как надо или не надо мы же еще свой характер оттачиваем и говорим что вот здесь вас халтурил чувак поэтому ты получил то что ты получил что значит вывод халтурить не есть всегда хорошо да то есть мы начинаем сразу работает своим характер не результат нам важен а процесс которым мы оттачиваем свой характер такая вот у меня была вторая позиция вообще энергии какие-то удивительные пошли если честно не ожидала что что-то произошло скорее всего во мне тоже позиция номер три зелененький камешек давайте посмотрим троечки вас ваши возможности скрытые возможности какие у вас есть скрытые возможности иерофант что произошло в ней энергии светились я не знаю что-то видимо у меня энергия на бессознательно меня сменились и у вас тоже аккан иерофанта ваш потенциал ваш потенциал как раз таки скажу вот в духовности в каком плане умение видеть нечто такое возвышенное что делает иерофант иерофант по сути имеет доступ один из немногих согласие древо жизни до на том пути на котором он находится он переходит без ну то есть он переходит по ту сторону условно берет информацию от от источника да и в дальнейшем то есть от бога а творца у каждого здесь свое понятие то во что верит и в дальнейшем он эту информацию заземляет то есть это сказать это один из избранных то есть иерофант это изображение в данном случае папа римского папа римский если мы отбросим все что негативное мы знаем об этом об чине да по сути это а избранной избранный наместник бога на земле он избирается из нескольких архиепископа да только один скорее всего из нескольких епископов только один становится архиепископ то есть тот кто более достойный более способный именно совершать вот это вот действие переходить по ту сторону бездны да то есть на более тонкий план добывать от источника информацию о творении о создании этого мира и приносить именно людям на на землю простым доступным языком рассказывать вот ключи которые здесь есть и и и о это это ключи от внешнего мира да это вот доктрина знания иерофант в отличие от верховной жрицы хотя он тоже сидит здесь между двух колонн это земные колонны верховной жрицы это небесные врата это небесный храм у иерофанта это земные что это значит это значит что он может только рассказывать внешне во внешнем мире о том как правильно жить да а каких-то добродетелях а морально-нравственных каких-то ценностях верховная жрица же говорит о более глубинных да а более внутренних поэтому ключи вовне не внутрь а вовне то есть я даю вам такие знаете некие подсказки я даю вам некие знания которые вы в дальнейшем самостоятельно то есть вы взяли и в дальнейшем ваш внутренний поиск через верховную жрицу идет самостоятельно каждый находит ответы внутри себя но для того чтобы найти эти ответы первично вовне должен быть некий такой наставник должен быть некий такой учитель гуру на который вам подсветит эти моменты и вот таким является как раз таки иерофант мудрец человек знающие истину отличие иерофанта от отшельника заключается в том что отшельник оперирует своим каким-то внутренним опытом своими знаниями иерофант оперирует божественными то есть он берет информацию от источника иерофант а отшельник берет свою собственную она может быть изначально искажены поэтому иерофант он мудрее чем отшельник он знаете здесь как будто бы он обладает а знаниями а берущими от источника плюс ко всему иерофанта еще называет жрецом да то есть как как жрец он как раз так является наместником бога на земле а как иерофант он является хранителем именно я вот этих вот божественных писаний знаний света на земле из поколения в поколение поэтому одно из ключевых слов архана аерофанта это вот как раз таки семейность причем если мы говорим брак то брак здесь идет именно церковные венчание вот это вот наследие до который из поколения в поколение передается и вот здесь ваша сильная сторона как раз таки связаны с тем о чем я описала в этом аркане иерофанта то есть умение с одной стороны и хранить эти знания из поколения в поколение то есть это может быть из вашей ветки до семьи не там бабушки дедушки какие-то знания и передавать либо это может быть развитие вашей памяти эволюции души из воплощения воплощение вы можете передавать то есть здесь человек который хранит эти знания на протяжении там не знаю веков да то есть здесь идет иерофант это некий крест да то есть перекресток вверх идет развитие эволюции и это если он жрец да как я говорил наместник бога на земле вот это вот прямая от бога на землю а есть во времени до линия из прошлого в настоящее в будущее вот вот так вот и вот этот вот перекресток да вот здесь вот как раз таки у нас находится иерофан то есть он выполняет такие временные пространственные условно говоря 4d информацию почему 4d потому что она и во времени она и в пространстве и а плюс ко всему вот этот вот ну то есть высота и длина ширина и четвертое измерение это вот как раз таки время времени в плане линейности а в квантовом понимании времени и вот здесь вот это вот это ваше умение ваша сильная сторона да либо ваш потенциал не что делает иерофант иерофант осознанно понимая вот это вот истину жизни истинные знания если сказать более приземленно он может пройти какой-то свой опыт и об этом рассказывать иерофанту всегда нужны люди всегда нужна публика благодаря которой он может делиться чем-то своим таким очень достаточно сакральным один из примеров иерофанта чтобы вы понимали это не помните в прошлом или позапрошлом году был врач-онколог на ютюбе очень часто его показывали который как раз таки и умер от рака такая вот ирония жизни и что он делал он как раз ки все свои этапы стадии заболевания до рака он записывал и делился с людьми он рассказывал то есть вот именно вот этот вот свой личный опыт который я осознанно прохожу я с ним и делюсь с вами то есть иерофант он может идти на какие-то такие знаете осознанные жертвы понимая что вот именно моя жертва никак по повешенному а именно как иерофант и вот это вот моя внутренняя жертва она будет во благо другим людям то есть я прохожу какой-то опыт и я им делюсь но здесь не понимаете первично не то что опыт и следствие я им делюсь а первично поделиться но чтобы поделиться я должен сам это пройти то есть прежде чем рассказать о любви я должен сам сначала полюбить и потом про это говорить то есть здесь первично идет результат а потом идет процесс как будто вас первично идет следствие условно говоря это это важно вот именно вот в таком направлении вот ваша сила это как раз таки в знаниях это сила в желании делиться это сила в желании помочь донести вот здесь как раз таки идут у нас проповедники люди которые рассказывают о чем-то таком возвышенном но ни в коем случае если вы этим не владеете то есть здесь вы должны владеть неважно например чтобы научить вышить не вышивать до другого человека вы должны сами дойти до такого профессионализма когда люди смотрят и говорят о мне это нравится научи меня вот только в том случае вы можете учить то есть не то что учу чем слово пошло инфо цыгане а тому чем сам не владеет как заработать миллионы у самого нету вот здесь вот что такое то есть первично вы должны сами настолько владеет а как рыба воде это этими знаниями они должны и вы должны в них верить на то есть здесь вопрос веры очень важен возможно вы можете действительно рассказывать о вере о любви и вот именно через свой какой-то опыт важный вот в этом ваша сила ваша сила в духовности на духовность не просто рассказывание знаний как пересказ а именно в том что вы это петь проживаете и потом этим делитесь почему вот почему вот эта вот способность очень важно аркан девятки мечей знаете здесь ощущение некой такой вины мне идет что вот потребность как будто бы здесь покрывается какая-то ваша потребность вины в плане знаете вот со мной плохо обращались и я хочу как будто бы предостеречь этот мир от этого например вот мне идет какие-то на суицидальные наклонности насколько это плохо то есть я вот допустим поработал с психологом я увидел какие-то свои травмы почему они к этому ведут и я понял и осознал что вот мое служение миру будет помогать детям подростковом возрасте именно тем у кого есть наклонность суицидальная потому что на самом деле это очень серьезная проблема это не не просто игра жизнью и смертью а это люди у которых есть такая наклонность они становятся в некой степени маньяками то есть они будут пробовать и пробовать до тех пор пока они действительно не уйдут из этой жизни то есть здесь такая серьезная психологическая проблема и вот как будто бы ощущение того что вот это вот ваша волнительность какая-то тревожная натура которой вы являетесь по девятке мечей которая постоянно переживает волнуется ваши внутренние какие-то знаете столь из сомнения то ли какие-то переживания ваши внутренние они как вот знаете могут найти реализацию в позитивном ключе через вот этого вот вера фанта верховного такого наставника каким образом вот мне тревожно я переживаю и и вот то что со мной происходят вот в этом плане как я сказала да здесь здесь очень много луны здесь очень много вот этих непонятных моментов и вот как будто бы когда вы начинаете делиться об этом вы больше лучше понимаете себя то есть минус эрофанта до перевернутые эрофант мы еще говорим что это прямой дьявол здесь минус эрофанта заключается в том что этот человек идеализирует себя настолько что он не способен увидеть в себе теневые аспекты ну то есть он настолько считает себя святы что я не вижу в себе недостатки но где-то глуби в глубине себя я понимаю что если я человек я не могу быть идеальным и вот чтобы вот это вот компенсировать вот это вот разногласия с одной стороны я идеальный эрофант а с другой стороны где-то очень глубоко на заднем плане все равно есть мысль что у меня есть какие-то недостатки но я не готова работать с этими недостатками я их не принимаю я не принимаю свое несовершенство и что делаю таким образом я начинаю взаимодействовать я проецирую вот это вот свое внутреннее ощущение и не желание работать с недостатками на людей и начинаю им что-то доказывать тогда я становлюсь догматичным и одержимым человеком что нет вот фанатам да вот одна один из пороков самых таких больших в жизни людей это фанатизм вот по эрофанту как раз таки в минусе здесь идет вот этот фанатизм нет вы должны придерживаться только там я не знаю христианство либо только ислама все остальные религии они вообще не имеют никакого значения вот это вот фанатизм это то что по сути с точки зрения психологии человек не принимает мнение других людей других религий почему потому что они ему подсвечивают то что ты не один не идеально твоя религия не идеальна есть и другие религии да пускай они не идеальны так же как и твоя но они тоже есть и человек их не принимает то есть по сути через вот это вот метафору аллегорию он не принимает в себе какие-то недостатки и вот почему это важно потому что вот именно через вот эту вот вашу внутреннюю тревожность вот этого чувства вины то есть вот эти вот ваши несовершенства да вы идете и вот в этого аэрофанта прорабатывая себя то есть мы не рассматриваем сейчас в минусе да как я говорил о фанатизме наоборот в плюсе почему вам важен аэрофан потому что вы в момент когда вы доносите информацию в момент когда вы передаете в момент когда вы поддерживаете других людей когда вы вдохновляете их на дальнейшие какие-то действия когда вы расправляете им крылья то есть вот в этом ваше служение ваша помощь вы начинаете замечать свои недостатки и вы их оттачиваете вы с ними работаете и вот это вот ваша тревожность она прорабатывается условно говоря через аэрофанта ну тройки у меня всегда такие сложно сплетенные вот здесь вот такая история происходит опять же таки кому интересно познать себя добро пожаловать на курс древа жизни то что я рассказываю это все описано эти моменты психологические эти сценарии древа жизнь ну либо самостоятельно изучайте древа жизни просто рекомендую прям такая классная штука которая помогает понять себя хотя знаете сейчас это не реклама а вообще хочу сказать что есть некоторые вещи которые достаточно сложные для самостоятельного изучения и всегда нужен какой-то человек который как-то узнаете поставит все служит все пазлы все расставит по местам и тогда тебе становится понятно и ты думаешь а легкотня я и сам бы мог а когда начинаешь самостоятельно считать думаешь блин как же тут запутанно слушай что вот вот эту информацию другого человека который разбирается умеет донести думаешь блин просто оказывается как я до этого не додумался да вот такой с информацией тоже может быть вот я это наверное не случайно вам говорю да может быть у вас есть эти качества тоже что вот вы можете рассказывать людям такую сложную информацию простым доступным языком так что будет если вы раскроете в себе вот этого аэрофанта причем знаете так интересно только ваши позиции выпал великий аркан на первые две позиции были малые младшие арканы а вот ваши выпал великий аркан то есть это это действительно важно это действительно значим почему вы придете если вот раскроете своего аэрофанта это еще расскажу правильно послушайте информацию плане того что вот я говорила про служение то есть такие возвышенные понятия вы их на себя перекладываете да то есть это не обязательно что все должны стать проповедниками все должны стать учителями наставниками на себя перекладывайте по своим возможностям да вот что вы можете сделать может быть просто с кем-то делиться что-то рассказывать читать какие-то глубокие книги вот и делиться с людьми этой информации на понятном им языке до не за той же передача информации либо изучать какие-то иностранные языки в плане мертвых такие знаете трудных сложных языков пример латы либо например эврит там боже мой санскрит то есть вот что то такое вам дано это и потом рассказывать как-то обучать это тоже служение то есть либо какие-то философские религиозные направления до понятным языком рассказывать это тоже один из форма служить все зависит от того как в чем какая ваша жизнь до из чего состоит и моя задача вот вам просто показать либо поддерживать элементарно поддерживать других людей то есть вы на себя перекладывайте на более понятный почему-то мне захотелось сделать это уточнение к чему вы придете тройка мечей что с ней вот здесь ощущение того что вы знаете вы как будто бы вот эту вот внутреннюю скорбь какой урок у нас идет по тройке мечей по тройке мечей духовный урок у нас идет связанные с эмпатией с умением сопереживать с умением не быть равнодушным к более другого человека потому что рядом выпала девятка кубков то есть дайте как-то не проходите мимо более другого человека я не говорю что сейчас вот прям каждому нуждающимся нужно помочь нет у вас безусловно есть какой-то внутренний отклик всегда у нас есть что вот этому человеку я должен помочь а вот этому нет то есть вот внутренние да какие-то ощущения и вот здесь как будто бы вы станете вы знаете человек который хочется переживать но вот он сдерживает себя вот ваше сердце как будто бы раскроется ваша сердечная чакра она проработает через вот такого рода служения потому что здесь понимаете вы можете пройти мимо более либо трудности сложности другого человека не потому что вы черствую а как раз таки в силу каких-то в какого-то вашего про опыта прошлого болезненного вы закрыли себя вы закрыли себя по девятке кубков играть я буду думать только о себе да то есть другие мне не нужны мне так очень много боли причинили в жизни и поэтому боль другого человека мне все равно но на самом деле в глубине своей души вы не такой человек вы не можете пройти мимо более другого мимо трудности другого сложности но вы себя как будто бы подавляете вы себя сдерживаете здесь вам показано что вам это делать не нужно да то есть не надо себя вот вы как-то себя насилуйте это это не ваша природа понимаете это это не вы это вот какие-то установки которые вам помогают выживать в этом мире и вам говорят что пришло время вот эти вот установки убрать то есть вы можете делать творить добро но при этом знаете сами себя не ранить вот здесь какие-то изменения либо происходит либо должны произойти в вашем сознании вот вашим именно подходе что я могу я могу служить другим людям но при этом я как будто бы себя не раню я у меня есть четкие границы ощущение того что вы уже выросли тот опыт который был раньше болезненный для вас когда вы закрылись он был в силу того что вам не хватало каких-то знаний вам не хватало какого-то опыта сейчас он у вас есть поэтому вообще не переживайте что а как будто бы я буду служить все отдавать другим а себе ничего не оставлю нет у вас вот этот вот баланс он есть на что мне и что вы вы внутри себя это все ощущаете что полностью себя давать никому не надо вы даете дозировано столько сколько вам приносит удовольствие но здесь урок именно тройки мечей связаны с умением сопереживать с другим человеком то есть переживать его боль как свою задача в принципе любых религиозных вот учителей говорящие как разки привести человека именно к любви именно к творцу к свету через что через проработки своих каких-то негативных моментов через пороки в принципе то о чем говорят все религии до говорят о любви не все говорят о помощи все говорят о том что важно уважение важен другой человек но не выше ставить его себя и не ниже а именно на равных потому что мы все равны вот здесь вот это вот со переживания с эмпатия не быть равнодушной более другого человека вот это почему-то для вас важно даже не почему-то я знаю это важно потому что таким образом ваше сердце открывается а вы его закрыли а теперь вот мы краски посмотрим да а как открыть вам вам вашего иерофанта знаете хочется сказать вам нужно мечтать об этом вам нужно мечтать визуализировать представлять что вот я хочу хочу быть таким здесь важно рассматривать разные варианты на себя в этой роли здесь вот как будто вы знаете вот воодушевиться нужно здесь должно быть огромное желание потому что этот урок он непростой да и вы это знаете вы это чувствуете вы уже когда-то с этим сталкивались вы уже были когда-то таким человеком здесь вам нужно сделать выбор для того чтобы встать на этот путь вам вас он манит вам это нравится но пока вы этого не выбираете вы как будто бы знаете вот вам в школе я я не знаю здесь какое-то обучение да как показывает как человек сидит ему виртуально показывают этапы его развития вот что он должен делать что он должен выучить его человек краски находится именно на этом этапе когда ему все показывают все варианты когда устраиваешь на любую работу до первично что делать вам говорят ваши обязанности там как вам будет платить сколько вам будет платить что вы должны будете сделать вот вот это вот все рассказал и и вы в дальнейшем выбираете как вы что вы будете делать да вот вы сейчас находитесь на этом этапе вам дальнейшем когда вам дадут вводную информацию вот это вот все нам нужно будет захотеть пойти здесь единственное как рассказать внутреннее ваше желание ваше внутрь и причем не просто желание а очень сильное желание в вера на то есть вот в первом вариатором варианте у нас душу до проверу я говорил и здесь но только то вера и вот эта вера она разная ваша это вера в себя а по шуту это вера во что-то возвышенное здесь ваша вера вера что я справлю что я захочу здесь как будто бы знаете вот то что я говорил во второй позиции да это же некая такая задача вашей души ну можете назвать это предназначение для задача вашей души вот вам надо выбрать в причем вас никто не будет заставлять не он будет это давать в разных вариантах семерка кубков говорит о том что вам как минимум на 7 разных вариантов будут давать как как можно будет раскрыть вот этого вашего аэрофанта и вы сами будете выбирать причем семерку кубков она краски говорит о семи грехах да либо это алхимический процесс 7 стадий химического процесса до либо если мы говорим о грехах да через деньги через славу через богатство через какие-то там внутренние обидцы то есть варианты того как вы можете реализовать своего аэрофанта будут вам нужно будет выбрать просто у меня мысль отвлеклась на то что я говорила семерку кубков краски в обучении таро у нас же сейчас идет в разделе сообщества я писала до пятницы как раз таки курс по обучению таро его там вот я рассказываю про семерку кубков что это как раз ки отсылка либо к алхимическому процессу либо 7 грехов здесь изображены в символике вот то есть если вы хотите приобрести курс по обучению таро да вот сейчас до пятницы акция зайдите пожалуйста раздел сообщества и почитайте как вы его можете приобрести опять таки мне кажется что мой курс от такое клонение сделал мой мой курс обучение таро он скорее всего больше направлен не для того чтобы работать с картами а скорее всего больше для понимания себя через таро именно самопознание ну в принципе мой канал то направлен на самопознание поэтому чего удивляться то есть вы можете его приобрести не только для того чтобы изучать карты а именно познать себя если вы считаете что вам это необходимо возвращаясь к нашей позиции да то здесь вот прям такая очень высокая ваша роль и если у вас есть эта роль и аэрофанта то наверняка ваша душа не случайно это выбрала у нее есть такая готовность и у нее есть необходимый опыт поэтому сомневаться не нужно но здесь вот вы свои какие-то страхи тревожность волнительность и вино мы сможете очень хорошо проработать через служение здесь чистой воде воды служение идет как задача вашей души вот такая вот у меня была и третья позиция сегодня расклад вообще удивительно для меня самой энергии вообще другие что-то поменялось неоднократно уже сказала сегодня ну вот так есть я с вами прощаюсь напоминаю в очередной раз что еще два дня у нас будет акция в разделе сообщества акция на обучение таро в разделе сообщества можете почитать рекомендую не только будущим таро лагом до коллегам но и вообще людям хотя бы хотя бы приобретите блок по великим арканом если не хотите весь курс покупать но тогда он уже будет не с скидкой а по старой цене хотя бы один блок по великим арканом чтобы услышать всю глубину символику великих арканов и понять себя лучше вот либо безусловно курс древо жизни который рекомендую вообще опять таки не для тарологов и не либо не только для тарологов а вообще для познания себя это универсальная модель не только понимание того как создан наш мир а мы понимаем себя в первую очередь а понимание себя но важно потому что так мы можем лучше взаимодействовать с другими людьми и качество нашей жизни улучшается то есть когда ты понимаешь себя ты можешь понять и мотивы и вообще другого человека вот именно взаимодействие себя и другого человека но и улучшает качество нашей жизни я не говорю что ты станешь богач но безусловно облегчить свою жизнь хочется сказать да понимая все эти сценарии то как мы устроены мне кажется это ну это самый большой подарок для самого себя можете изучить кстати у меня есть я наверное под этим видео не знаю не сказал вначале оставлю ссылку на водный урок по курсу древо жизни кто еще не смотрел он бесплатный можете перейти по ссылке и посмотреть этот курс ну и потом уже определиться нужно вам покупать или нет ну я рекомендую очень интересно пускай вам не кажется что сложный а в начале первые уроки конечно же сложные потому что там такие понятия которые головой нам сложно понять нужно только брать на веру то что мы еще не доросли до такого уровня но все последующие они доступны то есть я старалась объяснять доступным языком либо самостоятельно изучить опять-таки по моему водном занятии я рассказываю на какие книги я опираюсь можете купить приобрести почитать интеллекта всем хватает понять сможете а я с вами прощаюсь до пятницы всем пока пока